так бак глава 4 мир три года здорово шеф здоровом лад праздник белого древа кстати по поводу микро говорить если что у меня вдруг не так это настройки поменял должно быть должно звучать получше вот насколько наступает время важного праздника сегодня все империи отмечает день белого древа когда блинцы посадили посредине зоте свой прощальный дар росток божественного в нашем смертном мире и семьи города проводят один покой покой и тишине вспоминая божественных корнях что связывают воедины людей их роты и всю империю об этом празднике всегда заботится матушка накануне будто сбросила себя привычное оцепенение оживленно принялась за приготовление болезнь будто отступила вот матушка собирается семью на праздничный обед отец сегодня при поднимем настроении перешучивается с тобой натаном степан поддерживать необычное львов волнение последние слова появляется глория на сестре новой бриджи с высокими чулками и желтый жилет дочь снова одета как мужчина нет матушка не одет так как запрещает одеваться женщин эти срок бегит на глорию тиман закатывает глаза намолчит неожиданного разговора вмешивается натан недавно рынке видео как торгуются овощами вырядился наместником мгм темпестом вместо скипетра взял огромную морковь побили его конечно нас вот сперва смеху то было все с облегчением смеются над нелепым рассказом младшего даже глория улыбается усаживать за стол начинается праздничный обед доме наконец-то выстаряется подобие уюта а ведь еще недавно вы четверо не доставали до этого самого стола ты глория первым делом научилась слову дай до на все время цеплял за мой подол чуть не рвал его а ты баг еще ни единого слова не знал так пронзительно на меня смотрел будто уже говорил со мной и ведя взгляд на стефана матушка вдруг замолкает а со стефаном я познакомилась когда ему было уже три года он был таким серьезным и сразу складно говорил помню как его проходила учитель музыки он стеснялся играть при мне я слушал вы соседней комнаты чуть тише микро звучит тише с тем чем было нормально а заново проходишь 3 этот 3 путь быть безудельного лицо стефана дрогнуло старший брат стоит за столом идет к старому клавесину руки и женщины взлетают от клавишами дом наполняет мелодия грустные полная нежности последний звук надолго за повисает воздухе тишина ошеломленные родственники не знаю что сказать и кто же отсочнил какой-нибудь соличный дворянин между бокалами на и избиением слуги издавительный голос и стрел разбивает тепло и уют стефан спокойно поворачивается к ней нет эту пьесу написал я сам она называется мама машка поднимается раньше потребовалось бы помощь но теперь она сама ступает на встречу степану прижимает его к себе он обхватывает алю мачехи в ответ но затем неловко отстраняется дохрани от вас близнецы лидия лорис лиды этой сцены с плохо скрываемой ярости конечно такие высокородные господа как степан просто создана для искусства только у них есть душа и вдохновение то что мы просто люди но вообще нельзя чувствовать что-то кроме страданий лишь тем более выражать чувство стихах теперь семья видишься глори жимает руках исписанные со своими стихами листы сестра будет всех отчаянным взглядом и останавливается на тебе дать глори выступить то убежать семью что глория фрая прочесть свои стихи обратиться к матушке пусть слава матери успокоит глорию прервать глори сестре не положим заниматься стихосложением и игра заканчивается после окончания левого совпадения и хихиха что издать глори выступить чат это делал на первом прохождении 9 не сработает не сработает да она выступит однако что похоже глори выступает помню что делали что будет что-то плохое вроде да ну ничего хорошего нормально сон только сбил весь выбор чата не просто же так ты понимаешь с места и берешь слово но и речи ты горячо выступаешь на старине сестры глори не производство происхождение но все же имеет право выражать чувства почему только степан может порадовать машку своим произведением теменном кругу все должны быть равны только же удел с ног ведь глори берет на себя дворянское дело и нарушает данный богами порядок ты мягко отвечаешь матери что времена изменились искусство уже давно не только наслаждение для дворян но и смесло для простых простолюдинов вместо молотка все они все чаще берут в руки перо теперь это их труд в страдание ножка тяжело вздыхает на уступает перед ненастиком той вдохновенной речи ободренный этой поддержкой глори выходит на среднем зала мне взгляд стремятся к отцу мастер чужак отрезанный ломать все это я то как бы мне хотелось чтоб ты сказал моя от плоти плоть отец и мое сердце отогрелась а так мне мнится холоде наш дом такого один как хоть рядом мать и братья мне стыдно и рабею с трудом пишу и так нужны твои объятия прости нам но нам не велено прощать пусть я чужая разве я виновна пойми ты не торопишься понять я люблю безрадостно безмолвно отец ошеломлено глядит на приемную дочь глориа я сам резко вскакивает с места и хлопая дверь уходит свой покой кажется мне нехорошо натан сынок помоги мне добраться до спальни какие какие стихи всех поубивали машка под рук садом нам покидает зал праздник закончился раньше времени ряд поп-лоп и единство минус реперони пеперони жаль жаль нет старался до восьмерочки доводил первых главах забыл какая фигня решил вспомнить видимо-видимо это было год назад и все 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 другие вот что кто не играл фронта есть конечно треть наверно скромта глав общие для всех путей это в основном про семью год 1142 наследники в опасности все империи обсуждают вести и столицы наследники трона джерриан и флавии покинули дворец и отправились моню провинцию канцлера эгерия монруга рука объявил что при дворе надевает заговоры против наследников поэтому канцлер надежно укроет их от опасности своей неприступной цитадели больше всех обеспокоен простой народ похоже канцлер стремится укрепить власть при дворе и держать наследников себя в заложниках и ровен час монрог попытается надавить на императора отменить свой законов навсегда лишил простолюдинов любых прав я же на дальнейшее преобразование в империи тает на глазах простолюдины над крестьян для богатых промышленников приходят в отчаяние на власти твоей провинции за всех сил стараются успокоить жителей другими стороне выступает перед волновой нателпой с балкона ратуши люди доверьте своему императору он поступил мудро отослав наследников будущее великого рода темпеса подальше от кузней придворных канцлер монрок позаботиться об их безопасности слова империи слова темпестом ну как-то так наследники которые ведущие общие такой новостной главе появились просто ради этого и все больше ты их нигде не видишь званый ужин много людей собралось на званый ужин хочу сказать простолюдины продолжают стекаться в анизотте беженцы разграбленных деревень оставшиеся без работы рудокопы разорившиеся ремесленники все они стягиваются в город поиска защиты спасения справедливости временные лачуги и стрепя и мусора постепенно разрастаются в целый квартал на окраинах мужчины и женщины целыми днями шатаются по городу в поисках работы пока дети ютятся в жалких постройках под присмотром самых необычных стариков кажется из городских властей лишь майор эггман с чего-то проблемой он отдал под временные поселения несколько своих складов и устроил для беженцев бесплатно раздачу хлеба скалы крыши жилого дома быть суфий смотреть на людей толпящихся перед телегой еще вчера очередь за хлебом помечалась на небольшой площади между домами сегодня хвост и уходят проулки конца не видать только посмотри на этих бедняк преданность собственными господами дворяне обобрали их до нитки разорели в деревне брусили умирать каторжный труд бесконечные страдания смерть не чтим вот и все что им дали ни один проклятый дворянин и пальцем не пошевелил чтобы помочь беженцам нет только майор эггман дает за них дева он их единственный шанс на спасение кстати баранте это правда что агюстин эльборн и майор эггман оба приглашены на семейный ужин в ваш дом отец просил держать это секрете как софи узнал об этом неважно ты сам должен был мне сказать ты же понимаешь что это означает что означает оттужен они будут вести переговоры это может решиться судьба нашего города и последней капли нашего восстания должен пригласить меня на эту же как свою знакомую подругу возлюбленную мне все равно иди способ но я должна присутствовать на этом вечере хорошо почти везде четыре варианта одной кнопкой тыкается редактировать не нужно пригласить софи нужен ты безопасски приглашая софи нужен знакомишь с семьей отказаться говоришь софи что не можешь пригласить так согласиться ну то же самое что и приглашать а это на самом деле всегда будет только два варианта тебя будет только два варианта но довестились от того цепи какие отношения у нас пока что лучшее что есть да почему не то ну-ка подожди чат я нажал кнопочку еще раз стоп стоп сейчас сейчас голосую я открыл сразу закрыл делал совалку так 50 на 50 званый ужин день 984 мне вот эти вот варианты пожалуйста симпим или не симпим опять 50 на 50 дом спалит вы что психи на ее нафиг так ладно 5 4 3 2 1 отказываем ответы лишь качаешь головы увы но это невозможно ты не возьмешь софи с собой названный ужин софи с досадой вздыхает но не спорит издейте проклятые дворянские правила что же привез надеюсь что это сможет склонить господина префекта на сторону народа наступает назначенный вечер дома бронте готовится принять гостей ты уже не помнишь когда последний раз вся семья собиралась вместе отец серьезно несосредоточен матушка позволила себе надеть драгоценную брошь подарок отца на свадьбу роскошь недозволено простолюдину на сегодня особенный день и хватило смелость на это небольшое преступление степан расслабленный при поднятом расположении духом визиты дяди всегда при поднимает его настроение на танк как обычно тихо незаметен галория напротив улыбает свои мыслим неволен ты вспоминаешь детство ласковое объятие матери твердая рука отца жима щитовое плечо тонкий голос галории читающий стихи робкий вопрос натана растерянности за лицо степана перед отъездом столицу вместе с дедом воспоминания осколки калейдоскопе те кто здесь сидит с собой за одним столом самые близкие люди которые есть у тебя в жизни твоя семья это ты отражение каждого из них в твоем прошлом настоящего будущем слуги сообщают о прибытии гостей сперва барон агюстин эльборн затем майор эггман приветствует хозяев дома занимает свои места за столом непременный обмен любезностями затем изысканный обед а после него вино обычно для отца степана подают десерты но на этот раз сладости к столу не выносят находясь обходясь лишь напитками наконец эльборн заводится эггман там разговора простолюдинах с наводнивший город эггман я не знаю зачем что вами движет искреннее желание помочь тем людям или надежнее некоторую выгоду попрошу вас остановитесь пока не поздно вы даете людям кровь и пропитание и тем привлекаете вы низуете все новых и новых беженцев а что вы будете делать когда они запал не от улицы что придется делать мне и что по-вашему сделать наместник и герцог об этом вы подумали поймите я не желаю зла этим людям многое темпельс опасается что рано или поздно они начнут учинять его низу эти беспорядки герцог меланит только ждет повода чтобы ввести свои карательные как горты в город неужели вам это нужно майор господин префект пришел уважение я не могу не смогу выполнить вашу просьбу эти люди и больше этим людям больше некуда идти не до кого надеется тут в низуете я могу дать им кровь и пропитание как и могу оставить их умирать и голодать не обманывайте сюгистин я сам с восторгом приветствовал нового наместника я как и все надеялся что по его давлением просто люди нам будет дышаться легче ну что в итоге сделала темпест ввязался в борьбу за власть герцогом допустил введение двойного налога подписал запрет на использование пороха и это в магре провинции который живет только благодаря добыче серебряной руды нет господин эльборн я больше не верю ни аркном не дворянам и не буду уповать на их милость только своими силами своим трудом и рискую собственной шеи может чего-то добиться в этой жизни агюстин вы единственный дворянин из имперского правительства кому я все еще могу доверять вы известны в городе как защитник простого сословия так подтвердите это встаньте на сторону беженцев убедите наместника оставить их городе позволит спасти мне их жизни простите эггмант но то о чем вы просите невозможно гай темпес четко дал мне понять если я не справлюсь с этой ситуацией он ведет город легион и разберется с проблемой своими силами поймите как не больно это признавать но для этих людей будет лучше если не покинут город а возможно и мага пускай отправиться в лирию или другие земли и попробовать освоиться там здесь в анизоте и ждет смерть я чем не смогу им помочь плечи майора эггмонта опускаются что ж я понял вас огюстон постараюсь предотвратить возможные беспорядки насколько это в моих силах спасибо за откровенный разговор господин эльборн благодарю вас за гостеприимство господин бронте великолепный ужин лидия пожалуй мне пора откланившись эггмант покидает ваш дом след за ним прощаются и барон эльборн благодарю роберт что позволю устроить встречу в твоем доме когда я окажусь на ауденции у наместника я упомяну твое имя это меньшее что я могу для тебя сделать следующий день майор эггмант объявляет о том что вынужден сократить выдачу продовольствия в городе и вскоре прекратить раздачу хлеба вовсе по приказу префектуры все беженцы должны покинуть синизов в течение ближайшей недели полотворум выделит подорожные средства которые помогут беженцам вернуться в свои дома минус 1 стоп и о нет волнение минус 1 народ готов к борьбе у нас же 9 из нам так мы чуть не довели опять довести репутация плюсы а когда вы минус 1 репутации сделали раз уже клемма позора было готов ко всему я не забрал только у нас бы запас был было нужно было 30 поожди семья языка на росте глория один и больше равного души пофиг вообще на говорите было давно выброса не было события клемма позора по моему еще так этим вечером дома царит тишина отец поездки решение решает судебные споры в деревнях провинции севан гостит у одного из своих высоких покровителей после молчалевого ужина все домочадцы быстро разошлись по своим покоем тоже собираешься отправляться в кровать когда тебя откликает глория бак постой эти важная просьба стра ведет себя свое бессменное убежище библиотеку здесь полусмея среди книжных шкафов вас никто не услышит брат и хотел поговорить с тобой пока не время степан знаешь его козни уже невыносимы к смене роберт не в силах его остановить а матушке или натане и говорить ничего не надеюсь только на тебя ты пожимаешь плечами ссоры бывают любой семья но рано или поздно не заканчивается на все закончится к степан наконец от меня избавиться я ведь для него всегда будут лишь помеха и позором его отца я сам стал являет меня доме только чтобы избежать скандалов в высшем свете а как только семья бронда получит и это злосчастная дворица меча то я сразу же оказываюсь на улице бак ты же не хочешь чтобы меня вышвырнули семьи прошу помоги нужно добиться чтобы господин роберт признал мне своим законным ребенком тогда степан уже не сможет так легко от меня избавиться а я я перестану носить клеймо незаконнорожденной за что господин роберт согласился бы на это хотя бы из любви к нашей матушке на его останавливать степан скажи ты поможешь мне зиконорожденная никогда не знавшая отца вечная чужая в семье глори смотрит тебя с мольбой надежды помочь глорием ты обещаешь если я что встанешь на ее сторону отказать глори ты отказываешь участвовать в плане сестры так че у нас тут репутация 1 богатство 4 и детство 6 можно будет единственный до десятки вдруг разгоним на дучат говорит давай стишки почитаешь и началось пиаловская сеть среднем волнение много ну понятно понятно давай глори семью ты крепко обнимаешь глориум самого детства она была рядом с тобой пусть у вас разные отцы но она твоя сестра и должна оставаться в себе помочь ей твой долг ты добьешься чтобы глори получил имя бронте глорио заказать облегчением отвечая на твое объятие счастье знать что ты на моей стороне ты дожидаешься возвращаем стефана брат приезжает от гостей радостный мы оживлен подходящий случай для разговора часто моему настроение испортим хи 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 все прошло прекрасно брат нас поддерживает сам бургомистер эльверман теперь и на я на короткой ноге с его сыном доверяется меча не за горами а ты чего еще не спишь ты заводишься леча сестре вроде мир степаном глори нужно положить конец брат должно быть сам должно быть не понимает насколько вреда это наносит семье знаешь что делать причина всего это бесправное положение глори она должна носить фамилию бронте лицо брата тут же скучнеет не трать время попусту брат я прекрасно знаю чего хочет глори на нас уж ты заговорил о вреде для семьи ты представляешь чего это будет стоить урода бронте приняв семью незаконорожденную отец покроет нас всех неспываемым позором еще несколько поколений бронте не смогут даже мечтать о каком дворянце две меча или близнецы я не допущу этого ты пытаешься указать степану из отчаяния глория идет на все более дерзкий выходки и сестра превратится полноправного члена семьи то прекратит их поверь баг я бы не меньше тебя хотел чтобы глория обрела покой но и ценой будущего всего рода не это еще раз нет у меня иной замолся насчет глори я уверен он конечном счете удовлетворить всех добрая ночь и передаешь сестре решительный отказ стефани стефани стефана глориа дрожит от обиды значит он не хочет даже выслушать нас готов на все лишь бы выжить меня из дома бак по должны что-то придумать глори амбута борется право остаться остаться в семье глори будет бороться за право остаться семье и ты дал обещание и помочь сговор все мы революционеры сговорщики это крим личные счеты вчера ночью филиппа покинул они зоти отправивший столицу по своим секретным делам на прощание у нас вам четкое распоряжение прекратить всякую деятельность и ждать его возвращения месяц свободы месяц спокойствия неужели ты наконец-то сможешь отдохнуть мыслями о свободе ты наслаждался недолго полдень на пороге кабинета появляется софия если она решилась прийти посреди дня значит дело серьезное что привело ее к тебе дуриотом помнишь такого военачальник магра аркан мой бывший хозяин насильник убийца и редко нас редкостная мразь если дело за ним с тех пор как вернулась в анизоте интересный выходит картина баранте оказывается филипп эльфера не единственный кто собирается воспользоваться беспорядками для захвата власти высоко над нашими головами зреет дворянский мятеж сторонники меланида собрались поднять восстание против наместника темпеса и дуриотом один из главных заговорщиков понимаешь вся власть гая темпес то стоит на мечах имперских легионов а вот он военачальник провинции которые ими ими командует что он собирается и он собирается предать наместника чтобы отдать эту власть меланиду если от мятеж произойдет то все на чем мы работали откажется под угрозой этого нельзя допустить нужно забыть изобличить от она в измене и передать доказательства в руки гая темпес на а что по этому поводу думает филиппом я не знаю где сейчас филипп и как с ним связаться нам придется пойти против его приказа и действовать самостоятельно терять времени нельзя неизвестно когда они начнут действовать голос софи дрожит непривычно это слышать что же стоит за ее стремлением расправить с оттаном тебе кажется или это личная месть будущее последней капли волнует меня больше чем месть хотя не буду скрывать я удавил бы вот она собственными руками но если с ним расправиться наместник меня это вполне устроит слова софии как обычно разумны а доводы убедительны но все же она не договаривает правильно будет последовать за ней нарушив приказ филипп стоит ли по собственной воле влезть в борьбу между двумя сильными самыми влиятельными аркнами провинции попросить объяснений и поддерживать супер и если она доверит себе согласиться ты безоговорочно поддержишь софи отказать проследить за софи ты откажешь софи становишь и установишь за ней слежку вот связи тайные планы в разном количестве практически единолично единогласно что так 4 нет первое объяснение мне сюда дорога очка дарова turbo конечно ты поможешь софи использую друзей в темную дурную дело пусть первое объяснить чего она действительно хочет софи смерти оценивающим взглядом задумывается ты молчишь не торопишь и стараешься дышать потише не меньше минуты проходит причем софи начинает говорить бак я доверяю тебе и поэтому буду откровенно и смертельно разочаруюсь и разочаруюсь если ты придашь мое доверие я устала всю жизнь инструмент чужих руках служанка у арта безвольный маг в тюрьме игрушка филиппа жалки муравей под назором воли богов не надоело быть вещью кому-то принадлежать исполнять лишь чужие приказы служить чужим стремлением не хочу понимаешь я не хочу мы обречены тебя ведь нет иллюзий на счет филиппа отправит нас на петлю точно так же как безудельных ватерни мы живы пока полезно никакая верность тайной канцелярии нас не спасет но когда он решит нас избавиться я буду готова знаешь дуриотан худший сверху аркнов года когда я была его служанкой это самое отвратительное что со мной было хуже чем доме смирения гораздо хуже чем сейчас сейчас вот он задумал предать гая темписта для него просто интрига одна из многих он не он ни разу не платил за такие интриги сам платили люди дети оставшиеся без дома продающиеся за хлеб их отцы что лезут от отчаяния в петлю софи замолкает лезет карман плотно бив трубку она затягивается выпускает клуб желтого дыма и продолжает мертвым спокойным тоном я могу положить всему этому конец если ради этого придется рискнуть своей жизнью пусть так видишь ли мы обречены когда это поняла то стала свободной пока я могу сделать этот мир лучше не буду стараться изменю так много насколько хватит сил а ты прям со мной бак и это очень важно 10 дней вы следите за домом от изучая порядок стража планировать особняка возможные пути отступления наконец настает время действовать какой трек помните только здесь во всей игре играет может еще одну из этих вы отправляетесь туда вдвоем дождавшись темноты ворот чей-то знакомый экипаж вот она есть гость неважно наступать уже поздно для окна высокий каменный забор прыжок вниз в тень сада прячьтесь за ростки десятыми кустами не проходит и минуты как из-за угла появляется два стражника совершающий обход глаза сопи сверкает золотистым огнем стражники валятся на взничь погружившись глубокий сон оттащив и тела в тень ты добиваешь обоих ударами кинжал и забираешь связку ключей тела растворяются оба познали малую смерть вот на кухне у особняка затаившись вы прислушивайтесь таки неразборчивые голоса утона и его позднего гостя бесед доносится со стороны гостиной это обнадеживает вам нужно в кабинет утона на втором этаже полно темноте вы прокрадываетесь к лестнице голоса слышны четче вам пора перестать лавировать между интересами и наместника и герцога бургмистер если вы не выберете правильную сторону ваша должность может достаться кому-то другому поймите господин утон я всецело разделяю гнев герцога однако устроить бунт отнанесет колоссальный ущерб булороду значит ты попросту трусишь человек задерживаться нельзя быстро поднявшись на второй этаж вы прячьтесь в кабинете утону значит все правда вот он в этом замешан времени мало бак еще любые записи с печатью меланида мы прижмем это ублюдка спешки вы родитесь книгах бумагах столе и шкафа перекладывая в сумке любые кажущиеся кажущиеся полезными записи и письма при полон звук при приближающихся шагов окно 2 стекла софия прыгает в оконный проем дверь за спиной распахивается с нечеловеческой стремительностью от он врывается внутрь хватает со стены шпагу и бросается на тебя отчаянный прыжок холодная сталь рассекает кожу на спине давай лишь со вниз софия помогает стать и дайте ему идти однако волевое начальника не суждено сбыться никто не знает улице анизоте лучше вас софии пару часов спустя вы наконец добираетесь до типографии снимай рубашку надо промыть рано тебе крупно повезло но чуть не достал тебя ну и что же дальше я отправлю наместнику подарок уверена скоро мы услышим об от они через три дня бумаги попадают в руки гая темпеста его приказом от она снимает с постава и начальника провинции опальный аркан вынужден спешно отбыть к своему владыке герцогу меланиду зар максер пенверда порочащие сведения о всех прочих дворянах участвующих в заговоре ты благоразумно оставляешь при себе уже не могут пригодиться убивать стримец не за запись записью дороге стоп слоу подним бай бомбу по почте ему отправить статус попали не милость наместника и он сказать плюс 25 лет тихо убежали год 1143 последняя капля а не за телекарайта слухова последней капли таинством за обществе заговорщиков якобы опутавшим своими сетями городское дно у них убежище и свои люди по всему они зоте они замышляют свергнуть власть провинции и учинить расправа над дворянами руководит последней капли обижалась на неуловимая преступница по имени софи просто люто одновременно боится последней капли и сочувствует ее делу впервые в городе появилась сила которая не остановится ни перед чем борьбе за за права народа но ведь вань но весь они зоте ломают голову кто же стоит за тайным обществом и как заговорщикам до сих пор удается избегать разгрома успокаивать волнение в городе вновь приходится бургомистру эльверман онлые смутянные еретики и бенующие себя последней капли скоро будут пойманы и казнены тоже судьба ждет тех кто помогал он укрытием или деньгами тайная канцелярия позаботиться об этом но несмотря на объявленную властями охоту последний капля по-прежнему уходит от расправы и неуклонно наращивать влияние в городе вот это все считали на всех на других двух путях только были абсолютно без понятия что такое последние капли за чего и почему я поэтому мне нравится нет тоже так получилось что я путь бездельного последний сам проходил не так а вот она все и раскрывается а а если софия нас любит машина не станет делать темные дела пойдет не знаю поля пахать по своему пути так так даже и не может она же на цепи тайной канцелярии как и мы здорово кокос трудная прощань за окном быстро темнеет ночью накрывает город на небе зажигают звездным тума улица постепенно сменяет тишиной лишь иногда полочкам разносится звук тяжелой поступи жандармским патруль жандармских патрулей заканчиваешь последнее дело в типографии короткий стук дверь софия проходит внутрь не здороваясь в руках у нее по полупустая сумка она отправляется в архив туда где под кипами бумаг лежит коробка с вещами все загребает бумаги в сторону вытаскивает вещи из коробки почти не заглядя почти не глядя швыряют сумку что происходит она останавливается будто только что тебя заметив садится на один из стульев раскуривает трубку я только что от филиппа я выезжаю надолго может быть на год вербовать последнюю каплю недовольных по всей мангре он считает что в анизоте мы уже собрали всех кого могли она что едет одна софи кивает головой выдыхает дым 1 аквилио филиппом говорит так безопаснее на ты нужному здесь а смотрите в глаза глубоко внутри мерцает желтый огонек пониточку цепи не менее опасно чем во главе отряда подпольщиков неужели филипп и вправду рассчитываешь что она придет нему на убойство киновых людей софи курит выпуская кольца дым расплывается медленно заполняю комнату от ее голубой глаз невозможно укрыться она легко улыбается уж не провели тут дело без меня бронте ты киваешь провисать неловкое молчание гульки в трубке софи вспыхивают и вновь гаснут она пришла сегодня вечером в типографию знаю что ты здесь один только чтобы сказать тебе это она не отводит взгляда о моем бог дела сердечные ты смотри так где добавить пятая на начать пожелать хорошей поездки вы искренне желающей легкой дороги и удачи в поисках новых людей вообще защищать и обещаешь любую помощь и защиту которая только и понадобится признался в любви вы знаете что любишь и и спрашиваю взаимно ли это чувство чувство это если она беспощадно и озлоблено по приколу по приколу посмотреть что будет вы где 5 нашли 1 2 3 4 5 я думаю ошибся уже стоп симпинг три два один вам ну что ж любовь морковь помолчав ты садишься рядом софи собравшись с мыслями начинаешь говорить это чувство с тобой еще с детских лет ты пытался с ним бороться пытался не обращать внимание но не получилось и нет никого смысла это таить ты говоришь ей на ушко бортис ты помнишь все что связывал вас на ваши детские игры нее побег нее появление в атерне вашу судьбу не назвать счастливой но ты счастлив уже потому что все это время мы были вместе я люблю тебя говоришь ты я всегда буду рядом не буду защищать тебя от всего мира сделаю все ради тебя от твоих слов софи замирает будто забыла как дышать она перебивать они громким шепотом зачем ты это так ведь не бывает не бывает так это это не громкий шепот это крик ассистента в тихах был не бывает так чтобы рядом все уходят сейчас хуже я там полом ты меня бросишь достаешь пересопки на колени насороженно обнимаешь и целуешь прокур про куриные пальцы прижимаешь ее к себе гладишь не бросишь никогда не бросишь и нас уфи каменеет миг спустя ты чувствуешь как ее плечи начинают дрожать она плачет невероятно ветраешь слез с ее щек она охватывает ладонями твое лицо и целует тебя я ничего не нужно говорить твое чувство взаимно оторваться от нее невозможно голову кружит ты растворяешься в этих поцелуях тепле нежных прикосновений ласковым шепоте в стукате стуки собственного сердца шорохи падающей одежды удивительно насколько беззащитной она может быть ты не мог бы подумать что однажды она будет так открыта с тобой вот она одновременно улыбается плачет смеется целуют гладить ласкает неотрывно глядит на тебе глядит на тебя очень длится долго ты с ней она твоя рассвет не пора идти сом дома пускаешь ее себя служит до последнего ты обещаешь дать ее быть верным до конца уже у самой двери софи протягивает тебе нужны с мизи рекордом вот от тебе пусть придает уверенности ты совсем справишься я знаю иначе быть не может добыла прекрасная ночь баг от самое ценное что я беру с собой не буду вспоминать ее пока не вернусь в себе берегите себя и не бойся ничего наше дело правое долго целую тебя наконец уходит дверь закрывается за ней с глухим стуком последние капли остаются на твоих плечах но теперь ты не один хорошо за заказывали ерб фанфик получать ну чё чат а вы делаем этим как делаем тир лист романсов по каждому из путей наверно поставил знаете господи как ее звали жанна жанна мне кажется вот на первом месте на срам будет герцогиня но софи мне кажется ну так такой вот где-то на дне и стала для суфи самым близким человеком жан жану топ топе но да хотя нет я бы нет все таки собина чуть выше этой герцогини жанна и со стира туда этом запас сил потерял паренгейт мне кажется я знаю чем эта история закончится это же чат это же чат на не спойлери если если играл то не спали ри и смог легион городе смута магари на 1 сайт день за днем просто люди на выходят на улице и площади пытаясь закричаться до дворян идет же слишком много чтобы жандармы могли разогнать не замечать их невозможно впервые за многие годы власть имущие осознали что народ это сила которую стоит бояться и силу не решили подавить силой несмотря на протесты рефекта эльборна и малого корма дворянского общества во главе с бургмистром наконец добилась того что хотел сегодня на месте к темпе сводят в город войска за полученный день люди заполнили улицы и площади смешавшись толпой ты наблюдаешь как по торжественные звуки марша по улицам они за 6 2 когорты имперского легиона знамена магра и темпеста фреют над их головами по голове колонны на белом манистском жеребце и сам гай темпес по правую руку от наместника молодой капитан командующий когортами знакомое лицо это же томас гера добравшись до золотой площади процессе останавливаться чтобы наместник мог обратиться к собравшимся горожанам когортам построиться в оборонительный порядок легионеры бьют щиты достраивая порядок они движутся двигаются жутковатой слаженностью будто гигантский механизм и в одну секунду останавливаются все разом повисает тишина вынимают громкому голосу наместника жители не зоти я услышал ваш призыв о помощи прибыл город с верными мне войсками имперский легион наведет городе порядок и положит конец бунтовым преступлениям эти люди защищат вас от происков мятежных дворян заговорщиков и против чик смутенов я гай темпес наместник магра и за и не зоти по велению императора власть здесь принадлежит мне всякий усомнившийся в этом идет против воли императора и будет казнен как мятежник и бутон в щик люди тихо перешептываются прибытие легиона предвещает горжанам смену порядков но только насколько крутую даже дома толкует только о появлении легиона слова богам гай темпес наконец решился принять меры остальные дина совершенно обнаглели чтобы их усмирить нужна сильная рука сок хорошего запугивания народа степан людей ведь не просто так выходят на улице а наместнику просто а наместник просто прикрывается войсками даже не пытаясь их услышать это отвратительно мне кажется глория права люди очень напуган многие мои знакомые тоже хотят чтобы легионеры ушли что твои дружки могут понимать на там его дело работать страдать ничего им ввести такие толки просим прощения мы и забыли что правят лишь те у кого в ком голубая кровь только что ума направителям не добавляет господин степан довольно пререкаться вы оба ничего не понимаете в том что происходит сильноместника ясна это прежде всего попытка удержать от мятежа дворян верно герцогу меланиду пристроить простолюдинов менее важный вопрос кстати баг я слышал что-то гортами командует мальчуган с которым вы ходили в одну школу может он говорил тебе что ждать от гая темпеста вы с томасом не виделись уже давно он не делит с тобой ничем подобным жаль что же остается только ждать что покажет время как вы бы не были причины легион городе это мощная сила которую нельзя не учитывать и по стечению обстоятельств ею руководить томас можешь ли ты обратить эту ситуацию на пользу последней капли используя томаса ты просишь его нарушить приказ и не препятствовать народным выступлениям несмотря на риск попасть в опалу убедить томаса трудничать ты готова назвать ему имена смутьянов простолюдинов в обмен на возможность завербовать для тайной канцелярии офицеров легиона призывать людей к бунту ты печатаешь листовки с обвинением в адрес гая темпеста легиона донести томасу на дворян мятежников ты даешь томасу имена дворян выступающих против власти наместника в обмен на помощь так судьба поехали с выбором чё там я читаю варианты глав которые я никогда не видел там за данное количество прохождений что даст двойка и четверка кто в назвать ему имена смутьянов простолюдинов обмен на возможность завербовать для тайной канцелярии офицеров легиона и 33 передает что масса именно дворян выступающих против власти наместников обмен на помощь но этим последствия закрыты чтобы интереснее было шанс завербовать легионер что еще нужно для счастья тут как бы обмен на помощь но тут не указано какая помощь может та же самая с явно про наше дело скорее всего я подозреваю 4 4 тега было зря мы что ли дурия в опалу знаешь томаса самого детства когда-то играя на улицах этого города вы сражались друг с другом воображая себя героями прошло теперь томас командует легионом пришедшим в адиноте подавить волнение а ты возглавляешь последнюю каплю уже несколько лет готовишь город к мятежу разрушенный дворец чада чара меланиды остатки детской крепости среди каменных стен ты ждешь томаса томас приходит один без сопровождения доспех яркий плащ командующего офицера мечу пояса он стал шире плечах походка приобрела твердость волосах пробилась ранняя седина здравствуй баг рад видеть вы поджимаете руки ты поздравляешь друга с повышением да брось ты это неплохая идея встретиться здесь стоит наша крепость несмотря на прошедшие годы каждый раз возвращаясь в анизоте глава идет кругом вроде бы прошел такой длинный путь стал дворянином вступил в легион дослужился капитана а здесь все остается таким же как прежде но даже доски которые мы собой таскали еще стоят ты останавливаешь томаса сейчас некогда кунаться воспоминания вам нужно поговорить о важном деле томас становится серьезным говори баг речь пойдет не о тебе скорее уж о самом томасе он давно не был в анизоте возможно ему будет сложно разобраться в настроениях дворянского общества есть кое-что о чем ему стоит знать ты показываешь другу стопку писем и записи украденных в особняке оттона томас наверняка слышал что многие дворяне верные герцогу меланиды планируют бунт против наместника да я слышал об этом эту блюдо код он попался на измене говорят наместнику прислали какие-то его письма однако я ничего что указала бы на других дворян там не было на мгновение томас задумывается а затем указывает на бумаги это то что я думаю это был ты ты подставил оттона совершенно верно а это сведения о других изменниках одна бранта признает и удивил меня пожалуй должен поблагодарить тебя зовут она ты не представляешь как же мне стало легче жить после того как он сбежал из магра на месте к действительно беспокоят и дворяне мятежники есть тебе известные их имена то помоги мне уберечь город от кровопролития еще откуда у тебя эти бумаги это уже лишний вопрос однако ты отвечаешь на него честно служишь империи как агент тайной канцелярии старый друг явно удивленный на некоторое время задумчиво замолкает да уж бронт и хорошо что такое замена я типа замена этих бумаг ты бы хотел чтобы несколько дворян заговорщиков без вести пропали по пути в казематы уверен у вас понимает что это все для благого дела некоторое время друг колеблется но в итоге решается будет по твоему бак странная штука жизнь верно я и подумать не мог что близнецы так распроедятся твоей судьбой вы прощаетесь томаса нажмите друг другу руки крепко обнимаетесь на этом месте началась ваша дружба много лет назад кто знает доведется ли встретиться вновь проходит неделя дворяне из предного томасу списка один за другим покидают они зоти один задерживают одних задержит по обвинению в подготовке мятежа другие успевают покинуть город и найти убежище в замке меланиды третьи попадают пропадают в казематах последней капли велейшую оливеру выбить них все что не знают о планах герцога а затем избавиться от них дворяне обычно вопят громче всех слишком нежные надо будет найти подвал потише разобравшись с угрозой дворянского мятежа когорты легиона покидают они зоти возвращаются в замок энерри опасаясь возвращения легионеров жители города не приходят входить на улицу с новыми требованиями на короткое время в городе устанавливается шаткое равновесие и иллюзия порядка тик трасс рейд вот компания 9 здравствуйте здравствуйте привет грим риперов как же они летят пока что вот это выглядит хорошо и он сказать волнение как и планировал филиппа репутация плюс один ты смотри выбираем со дна ах это заканчивал никого рейдить либо все уже заканчивают станцию стримить либо еще не начинает дюк подарить на тэри подозрительные лица это событие вызвано твоими предыдущими поступками филиппа эльфира не верность знаете почему на потому что кто-то говорит сегматом мы дружбан и давай сделаем с ним сговор этим вечером филиппа назначил встречу в необычном месяце старинные мраморные термы они зоти место куда пускают только дворян однако сегодня согласно воле господина советника двери для тебя открыты на работники терм услуживаю услужили вас с тобой словно с настоящим дворянином я провожу от величинный зал поддерживай мы вековыми колоннами и оставляют одного свет сотни свечей прыгает по стенам отражается в воде мраморного бассейна на краю стоит блюдо с винами и за сахаренными фруктами других посетителей нет наверняка тебе не доведется здесь побывать обычно филиппа не назначают встреч в одном и том же месте два раза немного подождав ты решаешься войти в бассейн вода очень теплая ложишься спину покачиваешь на поверхности тела расслабляется навалится приятная дремота резкий стук трости и глухой топот шагов заставляя сдрогнуть тебе идет филиппа за ним несколько крепких их мужчин во главе с оливером носом ты выбираешься из воды тянешься одеться но мост сапогом наступает на твое платье не позволяя скрыть наготу вечер добрый бронте люди филиппа окружают тебя плотным кольцом советник постукивает трости по мраморному полу звук отражается эхом от стен купальни каплики воды стекают с волос по спине вызывая мурашки бронт и неужели ты так наивен что надеюсь отоить от меня свою предательств они учили его так на и чтобы сговаривается когда работаем на тайную канцелярию я советник тайной канцелярии неизвестно все сделку что заключил за моей спиной но я даю тебе последний шанс на спасение признать своем предательстве и возможно я не утоплю тебя в этом бассейне как щенка доказать свою верность не можем так предать эггмонта ты признаешься с горькой сегментом предать сов ты признаешься в горе и софий отрицать свою вину ты умела ржов отведя отводя от себя подозрения нагрузись так судьба вот они доказать свою верность не можем это нужно не отдавать было порох и не сговариваться не с бургмистром не с этим не с эггмонтом предатель вермана ну вот можно на и можно одного из них предать и телька в тюкельку манипуляция здесь не мешки ворочать вот xs не просто так здесь иконка манипуляции мешок могут быть вариант закрытым дом нет один всегда будут открыты софт лока не бывает то есть говорится если у тебя закрыты вот эти если ни с кем сделку не заключал тащите будет открыт первый вариант манипулятор чего-то он чат чат когда видит вариант попиздить единогласно отрицать свою вину умела чатимся отвлечать себя подозрение 0 сохранить спокойствие или по нему жить ни о чем знать наверняка он просто пытается надавить на тебя обманывать советника непросто но за эти голоды ты многом научился гляди филиппа в глаза ты говоришь ему что эта проверка не имеет смысла никто из его врагов ни секунды не мог бы рассчитывать на твою помощь и заключал ни с кем сделок и не затевал сговору ты не предавал господин советника доверен только ему или повнимательно смотрит на тебя затем щелкает пальцами он снимает ногу своей одежды его люди чуть расходятся хорошо барон ты ты прошел проверку твоя преданность похвально макре мне нужен человек которому я могу доверять можешь оставаться здесь сегодня до полночи верность должна быть вознаграждена они уходят садишься прямо на мраморный пол пытаясь успокоить стук сердца и чуть чуть и твой голос бы дрогнул представим как твое тело колыхалось бы в воде бассейна и ты теряешь любое желание здесь находиться немного выжидав ты отправляешься домой да то есть в любом случае даже если ты предаешь здесь самые самые сложные были три предложения в нашей жизни мне кажется да если здесь предаешь от кого-либо филиппа говорит хорошо но за это нужно заплатить на не отправляет тебя купаться в бассейн надолго красноречие от 100 поздний вечер он собираешься домой когда в типографию по освещению с пуском руках и сразу нужно на верши отца ленартом этот человек настоятель храма белого древа главный а по а пули апологет новой веры вы не зодьте прошу прощения за поздний визит но я рад что я сумел заставить вас на месте баг я зовут отец ленарт возможно вы были на моих проповедях но кажется нам не доводилось общаться лично дело которое привело меня к вам достаточно деликатно но насколько мне известно ваша типография как раз занимается деликатными вопросами как вы знаете новая вера до сих пор не признаны нынешним патриархом агром касси нас довольно много в глазах патриарха мы не сильно отличаемся от иеретической секта учитель патриарх фома не сумел утвердить свое учение при жизни его вероломно убили противники испуганные светом новой веры я намерен добиться чтобы учение фомы в магре перзинали наравне с учением из айтиса через месяц будет день годовщины смерти патриарха фомы на весь его гибели я хочу собрать паству чтобы обратиться к патриарху кассию с требованием признать новую веру когда тысячи нововеров соберутся в городе патриарх будет вынужден ответить на наш призыв а чтобы собрать людей в анизоте мне нужна будет ваша помощь бронте я знаю что вы можете не только напечатать мое обращение распространить его по провинции в анизоте последователи новой веры крепко держатся друг за другом а вот в основной провинции наши люди разопщины и у меня нет возможности донести до них мои слова через храма ченге старой веры инквизиции не позволяет моему приду распространиться по провинции но вам это по силам я писал текст свое обращение прошу вас напечатать его и сделать так чтобы мой призыв достиг даже самых отдельных уголков провинции я хочу чтоб каждого верма где знал что пришло время постоять за наше учение и явиться под белое древо день смерти патриарха фомы патриарх фомы утверждал что истина открывшиеся и затису не единственный путь служения близнецам учение нового вера освобождает людей от обязательного следования уделом и предлагает каждому искать собственный путь к вершине сеящего столпа просто людины свободные от рамок уделов не согласны более жить лишь трудом и страданием и низкого сослоя претендующие на право властвовать и воевать но веры готовы оставить свое учение с оружием в руках все они могут заполнить улица не зотия откликнуть 6 на призыв отца ленарта и пробегаешь глазами по тексту обращения братья сестры все кто услышал ему и принял слова слова патриарха фомы как свою новую веру к вам обращен мой призыв год общину мрачного дня когда трагично оборвать жизнь нашего учителя придите на место его гибели там по цене белого древа мы встретимся чтобы почти почтить память и закончить дело патриарха фомы поставим патриарха кассе обратить на себя внимание мы потребуем от церкви признать новую веру учением равноценным учению святого издательства мы встанем лагерем в городе и не уйдем пока наши требования будут исполнены насоветели популярны в народе это обращение может изменить расклад силу в анизоте как же стоит поступить выполнить просьбу напечатаешь и распространяешь его с обращением по провинциям если филиппа воздание отца ленарта может привести к слишком сильным волнением в анизоте использует проповедь для вербовки выполнишь просьбу настоятельства настоятеля но с условием что твой человек сможет выступить перед его пастом инквизицию обратиться не можно положь кому нафиг нужно теология так от шахов донус до нос конверта говорили не станция гроши за нам нужен бунт запас сил опять тратится скорее всего на это все ну ладно обычно в условиях когда я запас сил то он потратится на то что рио это реально дороги игра 5 закончится и хихиха 321 ты поможешь отцу ленарту но лишь в обмен на услугу пусть настоятель позволит твоему человеку выступить перед пас войну а веров или над колеблется явно осторожны твоей просьбой однако иного пути у него нет хорошо баг даем слово и отменяешься текущей работы и сосредоточиваешься на одном единственном закате печати листовок с призывом отца ленарта верните люди распространяют ли сопки по провинции вскоре нововер из городков и деревень магра начинает секаться в анизоте поток паломников увеличивается каждым днем это настораживает городские власти за неделю до дня памяти патриархов а мы жандарма закрывают городские ворота но тысячи нововеров уже оказавшиеся в городе начинают возмущаться и ворота приходит снова открыть не жандарма и префектуры не инквизиция не легион не в силах справиться с такой с той силой которой оказались нововеры объединенные общей цели день гибели отца патриарха отец ленар готовится прочесть свою проповедь у белого древа однако как и было условно первым будет говорить твой человек несколько дней ты готовил речь для фуада а точно каждое слово ни одно из них не должно пропасть зря сам же ты надвинут капюшон незаметно вливаешься в огромную толпу ступени храма его старый проповедник выходит на ступени храма возвышите в голос фуата обращаются к толпе новая вера дала вам избирать свой удел но не только старая вера но весь старый мир противится этому для тех кто хочет идти своим путем неизбежен будет путь сражений с нынешним порядком но не страшитесь эти люди не одиноки пропад толпы но видно многие задумались над этими словами дождаются крики куда же идти тем кто желает избрать этот путь и фуата отвечает и ждет в своих рядах последняя капля за твоей спиной слышатся властные окрики жандармы дубинками прокладываете путь сквозь толпу к ступеням храма ты подаешься к фуаду сигнал время уходить вас быстро исчезает перед лука храмового квартала отец ленар же начинает свою проповедь однако нововеры взбудоражные речи фуана почти не слушают его им же им уже не так важна борьба с патриархом кассием перед многими замаячила новая цель день памяти патриарха фомы сорман будь в городе и собралось множество нововеров них нет единства одни вскоре покидают город но другие не торопятся этого делать где верщик только разговоров что загадочной последней капли я их всех запомню а потом отправлю алиду тихонько проверить так ли они уж и разделяют наши цели уж теми кто нам подойдет веду разговор сам и скажу вам среди них есть даже священники вы участие твоей типографии пособничестве нововером не могло не могло остаться в тайне это наносит серьезный удар по репутации семьи среди дворян почитавших учение и зайца но ты не обращаешь внимание на обвинения главное что тебя не раскрыли как загадочного проповедника призывающего к борьбе что касается ленарта он будет держать рот на замке пусть он и хотела нового но ты знаешь глубине души он такой же бунтовщик и ваши слова отозвали своего сердца скажем стрим этой игры стример читаю все лучше и лучше не это просто начинала и болел репутация один должен а мы уже были я запасил минус 5 то что такое ваш запас сил ранее подруг как обещал на вчера я халяву челю спал чет сосну у меня я сплю два раза в день по четыре часа мне кажется как-то ненормально как минимум это неудобно а касание нормально нормально сувором пойдет допиваю этот от кашля 80 день нормально как бы как бы но вот по четыре часа я бы не боюсь его делать в итоге просыпаешься не один рассаде и пьешь кофе а 2 тоже неприятно так меньше злом сговор с галорией и наложен год того дня как глория попросила тебя защите тоже начинал с отцом разговора о бесправном положении сестры но каждый раз голова семейства мрачного просил тебя прекратить за отказами отца чувствуется рука стефана приходится ждать случае который что-то изменит тем временем страсти в семье накаляются горитыми целыми днями пропадает не дома сейчас замечают компаниях молодых горожан из простого сословия отец без конца читает глории нотации и друзья вальнодумцы смытьяны такие связи не доведут до добра тестра покорно все услышивает зачем затем исчезает вновь уставший от дневных дел ты принимаешь и горячую ванну когда в коридоре вдруг слышится быстришь слышится быстрые шаги и гневный голос стефаном дверь в умывальни распахивается бак одевайся мы ждем тебя в гостиной дело срочно недоумевая ты вылазишь из ванной приводишь себя в порядок гостинате дожидаются отец и стефан в кресле и в углу жалость глория наша была рад деловито запирает задавать дверь начало не предвещает ничего хорошего и так сегодня отправился на балок или лаберием уже прибыл в особняк когда хозяева мне передали чью слугу что меня здесь не ждут не хотят знаться семьей чьи отпуске входят тайное общество отец бак как вы считаете кого они имели ввиду глория поджав губы с вызовом смотрит на стефана это уже последняя капля ты глория доведешь наш семью до опала я не дам тебе похоронить все планы герцога и все планы господина грегора стефан едва не приходит на крик наберет себя в руки продолжают уже спокойней боюсь госпожа глория далее не может находиться в этом доме но мы как достойные люди позаботимся о ее судьбе и готов взять законные жены господин джазель перед те глори тебя примет свой дом дворянин меча я уже давно веду переговоры с местом жениха кто дал тебе право решать мою судьбу мне за спиной ты даже не глава семьи глори те положено поте и чиняться решению старших семья уже принесла тебя столько добра теперь я еще обеспечу тебе удачный брак а ты ведешься как взорная девчонка ты станешь женой дворянина глупая сможешь писать свои стихи ни в чем не нуждаться и наслаждаться жизнью господин или плите преследует меня уже год поверить не могу что он влюблен меня без родную простолюдинку да он хорош собой искусный боец уважаемый господин ему нужна жена которая будет рожать ему наследников покорно следовать за ним на приемах и восторгаться его благородством раз не видишь что мне не место в его семье что за наивные глупости отец вот письмо к семье эль пелите подпиши его как глава семьи мы должны пригласить будущих родственников к себе представиться жениху его родителям надеюсь бак тоже не останет стороне отец неохотно пробегает глазами по письму и хмурится тифан почему-то ни слова не сказал мне о таком важном деле врачные переговоры не могут идти без моего ведома разве я объявил тебе свою волю и выдать глорию замуж отец она не оставляет нам другого выбора сам знаешь что мы не можем принять глорию семью но репутация бронда все еще все равно страдает это ее смущенство просто не видишь что от брака выиграют все глорио вскакивая задыхаясь от него на что угодно пойдешь лишь бы не допустить мою семью от брак принесет несчастье и мне и господину эль пелете а ты думаешь только о своей выгоде неблагодарные я стараюсь для этого блага о чем ты мне отвечаешь или тебе больше понраву что быть тебя просто выгнали за позорные выходки отец подпиши наконец письмо избавимся от этой беды раз и навсегда лорио в отчаянии бросает тебе и хватает твою руку ну же брат ты обещал что не дашь меня выгнать надавить на отца ты вынуждаешь отца придать глорию своей дочери и оставить семье а молчать судьбу глорию должна решить ставшие в семье вызвать степана дуэль ты готов защите пью смертельным бою со старшим братом прости по давних пор знаешь о тайной любви любовной связи стефана ты угрожаешь раскрытию и степан не отступит отношения со стефаном нужны были или благородство там юности еще плюс клеймо на плюс клеймо а меня даже никогда ивентов и не получаю чтобы ее после сговора замуж отдать такс значит мы ее значит да надавить на отца отец замер нерешительности льдя за перепалками степаном и глорией ну ты знаешь что радейся скорее пришел слушается к тебе наручь-то вернусь со стефаном ты обращаешься к отцу что происходит почему стефан взял на себя всю власть на семье и самовольно решает как поступить с глорией отец медленно закипает от него ты усердно подливаешь масло в этот огонь и устроим ты горячо продолжаешь ведь отец уже давно принял свое решение когда не отверг глорию и взял ее в дом вместе с матерью только дед пытался ему препятствовать выжить обеих простолюдинок из дома часто и река лежит гробниц на его козни продолжает любимый внук степан хоть терпеть тирана в собственном доме отец имеет право сам решать кого принимать семью отец в ярости ударяет по столу тиван невольно отшатывается глория глядит на хозяина дома с надеждой верно говоришь баг хватит не для того я заслужил дворянский удел чтобы мной самим вечно помыкали стефан глава этой семьи я ты в этом доме не грегор бронте и никогда им не станешь отец разрывает письмо семье женихов на клочки раскрасневшийся степан с трудом держит себя в руках если ты отец не можешь сам управлять семей защищать ими рода то это обязан сделать я ты даешь степану гневную отповедь отцу лучше знать как поступить семьей которой он и посвятил себя всего так и есть баг я слишком боялся прогневать вашего деда но эти времена закончились глория дочь моей жены лидии она и моя дочь глория вся дрожит не веря своим ушам что ты говоришь отец опомнись твой позор погубит весь рот отец не удоставил я не удостаивать стефана ответом его взгляд устремлен glory я не боюсь ни позора семьи не чужого злословия иди ко мне дочь глория из рода бронте глория припадает к плечу приемного отца и беззвучно рыдает отец ты присоединяешься к их объятиям глория жимая твою руку глаза сестры свете со счастьем и благодарностью глушительно хлопает дверь стефан избегает по крыльцу седлая коня из качества рочь он исчезает из дома надолго вражда минус 5 минус 5 40 пам статус в доме отчет от сумта минус 2 чаще зашел за что но сейчас это 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 всем никаких хэппи эндов лучшая концовка доходный год это событие вызвано предыдущими поступками пределы утром типография ты садишь за стол чтобы разобрать счета четные книги беспорядок работники писали цифры неаккуратно часто в торопях приходится потратить немало времени чтобы разобраться везде не хватит нас сравнение бумаг и разбор выписок вечером сложив наконец от числа ты обнаружу что за последний год доход типографии сильно вырос обычно выручить выручки хватало только на содержание а теперь печать книг и выполнение прочих заказов принесли достаточную достаточно денег чтобы получить немалую прибыль этим вечером ты возвращаешься домой когда ты возвращаешься домой мешочки с монетами приятно оттягивает твой пояс на плюс 3 да ну и в общем там что-то семья репутация бабло у нас есть через как быстро под чтобы жизнь медом не казалось да видимо из-за этого минуту вы минут два единства год 1144 наступление герцога для ищем уже годы вражде между наместником гаем темпистом и герцога меланином наконец уступает затишье герцог оставил борьбу за право собирать подать ей и перекратил взимать второй налог свою пользу своей милостью освобождаю простой народ маград герцог герцогской подати люди славьте род мира ланидов который покровительствует вам с древнейших времен крестьяне меча не наконец вдохнули с облегчением сам герцог же неожиданно стране отца дел провинции укрывается в родовом замке серпенверта даже верно ему старая знать а оказывается в замешательстве признал ли герцог свое поражение борьбе с наместником или же за его добровольным уходом стоит кроется тонкий расчет так или иначе с вступляем герцога главы соступляем герцога своего главного покровителя 3 часть влияния и старейшей семье сам агро привет теперь на стороне наместника его сторонников молодых родов и дворян мантий вражда между вражда двух архнов уже нарушила единство внутри дворянского сословия пользуясь этим народ провинции все громче требует перемен перемен мы ждем где замузу посадим такую при этом так борьба залазь достаток плюс бизнес горы идет опасный груз после уступа герцога меланида и народного ликования в анизоте наступает продолжительное затишье однако чутье и подсказывает тебя что именно сейчас нужно быть очку раз аркнийский владыка уступил часть своей власти кто-то наверняка попытается его со этим воспользоваться или своим людям следить за городом и докладывать тебе о каждом хоть сколько-нибудь подозрительным событий сначала твой беспокойность принимает за неуместную паранойю но при чувстве верны спустя несколько дней взволнованная алида врывается типография вот кое-что нашел ты должен это увидеть девушка ведет тебя к северным воротам города там под ворот не неподалеку ждет вот прям с ним большой деревянный ящик кряхтя старец откидывает тяжелую крышку погляди-ка на это друг ты подходишь ближе непроизвольно замираешь алида нервная усмехается планты утирает поцелова дрящика аккуратно лежать не менее двух десятков пороховых ружей рядом под сумки с пум племми и забавить к этому пару боченков с порохом можно вооружить целый отряд ты вспоминаешь будут каторжников и лире три года назад часа одно только подозрение во владении этим оружием можно в раз попасть на виселицу где вход взял старик назидательно поднимает палец а я тут как вы и велели сидел в дозоре у одного приятного заведения в на въезде в город и значит вижу и едет повозка на ней трое молодцев по виду просто простые работяги ну странноватые шепчутся постоянно месте не находят я подумал может это кто из наших хотела шугнуть чтобы сидели поспокойнее но близнецы мне шепнули что надо их надо бы погодить и бац их останавливает патруль слово за слово жандармы покажите что везете и тут началось молочки на жандарма бросились и скажу тебе приложили знатно жандармы только позвать на помощь успели а их уже вырубили дальше они между собой начали лаяться ящик скинули подворотни и сами разбежались то куда жандармы кое-как стали и за ними а про груз позабыли пока их не было я подошел посмотреть и чего такой переплох как увидел сразу ящик сторону точил и вас позвал ты внимательно глядываешь ящик на боковой стенке темнеет выжженная эмблема это ящик и шахт майера эггманта в них в таких обычно возят серебро и так эггман завозит оружие в город людей которые об этом знают сейчас по всему городу ищет жандармерия вряд ли ты им удастся скрываться и как только их поймают оружие вскоре узнает и филиппо задумчивости ты продолжаешь смотреть на оружие где эггман взял их если еще тайники с этим то есть еще тайники с оружием в городе пусть у тебя нет всех ответов нужно действовать сообщить филиппа ты передачу мой ящик с оружием и отыщешь людей что провезли его город свой это оружие использует порох ты сможешь вооружить себе вооружить верный тебе отряд из членов последней капли кусту рим доложить эльвером она была сделка а человек мы там и не можем а шпионская сеть у нас ты врешь ему оружие и спрячешь его людей ведь не хватает шпионской сети чтобы покрывать ребенок единогласно на единогласно у нас своя будет оружейка не нужно будет воровать сводить оружие а нужно меньше 6 посмотрел так ружье это ценная добыча я не гоже пропадать пусть флата раздобует крытую телегу нужно доставить ящик надежный тайник а что жандармами и лишь почему городу умеет нас будут досматривать этим займется алида пусть возьмет людей устроить несколько подсовок нас в синих улицах пока жандармы отвлекутся них вы переправите груз свой тайник будет сделано несколько часов спустя вы добираетесь из хрона прикрыв ящик мешковиной ты откидываешь взглядом пещеру заставленным бочеками с порохом преданные люди с подобным оружием станут грозной силой но пока все это должно оставаться тайной к утру ты возвращаешься с типографии бессонная ночь отдается ломатой во всем теле в кабинете тебя ждет мозг устал бронте до отдыха еще далеко господин филиппа идет через час герцоговском парке не опаздывай он не в лучшем настроении расположение духа личная встреча для филиппа это большая редкость кивнуть мосту ты подаешь легкую дрожь в ладонях и песка под ногами тень деревьев едва спасает от жесткого солнца парке пусто господин советник ждет тебя на скамейке в самом конце дорожки вокруг него собралась стая птиц филиппа по маленькому кусочку скармливает им краешку хлеба что-то ласково бормоча себе под нос ты присаживайся рядом когда филиппа разоговаривает с тобой по голосу слышно неподдельное дружелюбие знаешь бак жизнь научила меня что необходимо оценить тех кто хорошо выполняет свою работу жаль к тебе это не относится и подавляешь панику сторон спрашиваешь чем же ты разочаровал господина филиппа видишь ли майор агмент у тебя под носом замышлял вооруженный бунт его люди привозили в город грузы с пороховым оружием он рассчитывал дать своим шахтерам дружи и отправить их требовать справедливости что-нибудь знал об этом бронта добродушие в голосе советника как не бывало стараясь не выдать своего напряжения ты отвечает что ничего в этом не знал кажется филиппа верить тебе он саркатически усмехается своим своим твоим словам я знаю что ничего не знал эти твоя задача знать такие вещи если ты же главарь всех бунтарей анизоти разве нет но ты это проглядел бронте если бы не жандармы мы могли бы упустить эггмонта я не бог не знаю что могло бы случиться но по счастью у нас в руках я лично его допросил старик даже не пытался допираться когда услышал обвинение все немного надавить и он уже сам сдал всех своих людей они возили оружие через и лирию и уже не первый месяц прятали их тайники по всему городу эггмонт не знает где вряд ли мои люди найдут эти тайники быстро да еще и ящик что привозили этой ночью пропал поэтому пусть последняя капля следит не появятся эти ручья где-то еще ты киваешь потупи взгляд эггмонта мы повесим так как только начнется наш бунт если хочешь висеть рядом с ним не разочаровываем я больше бронте ты жив пока полезен став он бросает осадки хлеба перед собой и цокая трость и уходит за птицы набрасывается на ломать буквально разрывая его в лодче ты наблюдаешь за птицами по спиже по спине бежит холодок советник ни в чем тебя не заподозрил ваш разговор оставил больше вопросов чем ответов майор эггман смелый человек но чтобы он решился возить оружие в город кто-то подсказал эту идею и наверняка этот кто-то опасен нужно быть начеку борьба за власть арсенал события произошло и готов нужный момент вооружить целый отряд бойцов монет и нивей а вес сегментом промышленный коррестован тайной канцелярии пудра дома кутан тягостной тишиной ты упасили матушками с отцом лурии наталом рассудки мать почти не приходит себя и бросает то жар что холод glory не отходит от нее ни на шаг натан прекратил пьянство деньглю же помогает сестре заботиться о матери за последний год матушке становилось все хуже и хуже раздор семье все сильнее подкосило и здоровье уже месяц она прикол на к постели вы перебирали всех лекарей но никто не в силах был помочь теперь жизнь господи лидии только в руках близнецов говорили они как один и после смерти она уже не вернется вы скорбно ждете когда машка вновь придет чувство долгое время никто не произносит ни слова пока тишины не нарушает робкий голос натана матушка это я натан ты меня слышишь бледная матушка вдруг приподнимается на локтях слепо глядываясь по сторонам лбу выступает испорина сынок где-то дан берет матушка за тонкую искудавшую руку на вгляды своего лицо словно селись узнать стефан ты играл с младшим и братьями саду наверняка весь испачкался иди ко мне ты хоть и не мой сынаешь забочишься тебе как своем когда у нас уже славная семья мы благословны и близнецами не иначе дан замирает изголовья не знаю что сказать отец печально глади супругу по голове глаза хвоста стыла невыразимая боль лидия ты запуталась перед тобой натан и вспомни дети уже давно выросли глаза матушки на мгновение жившие вновь гаснут на безвольно роняет голову на подушку ты прав муж дети выросли а я так и не смогла научить их жизнь согласия я подавила тебя роберт зря ты взял меня свой дом спас нас глори от нищеты и чем идти от плоти в горе не выдерживает матушка что такое говоришь и вини себя ни в чем ты сделать ты всегда делал все что могла отец отворачивается в сторону он больше не можешь держать рыданием еле слышный голос матери теория обращен к тебе где же бак ты осторожно склоняешься над матушкой и громко подтверждаешь ты здесь с ней бак хорошо то что ты тут я всегда знал что тебя ждет необыкновенная судьба как жаль что я не вижу чего достигнешь есть берегла семья бронте за это мне отвечать на последнем суде не волнуйтесь родные я готова представить перед богами волосы лидии бронте ослабеет превращаясь предсмертный шёпот примешь ли ты уход матушки или сумеешь побороться за ее жизнь глория не в доме а это если бы не должна быть доме а все понял а почему глория не должна быть доме если это сплотить семью странно очень странно перечеркнуть жену то есть глория не в доме неважно и не сообщим нужно было мы его все потеряли поэтому мы смиримся с утратой машка уходит и в жизни ты бессилен я ли глорию бронте слишком рано сердце сжимается причувствием непоправимого ты ничем не можешь помочь умирающей матери уже ничто не предаться и сил слишком давно семье поселиться распри ссоры даже сейчас одра матушки ты чувствуешь как твои родные переполнены злостью обидами и разочарованием смиритесь вот спасибо пупсин голос матушки обрывается взгляд ее туснеет похолодевшие руки выпускают твою ладонь бессильно опускаются на постели замирают лица матери застыла усталая грусть лория не в силах сдержать отчаянный крик это мы мы свели ее в могилу своими сколками я стефан бак на тангою от горя убегает прочь отец медленно садится и берет в руки ладонь пощипшей супруги больше не платить погрусти он больше не плачет с пустым взором глядит куда-то вдаль лидия каждый из вас оскорбит в одиночестве ты выходишь в одору и отрещенно бродишь по саду машка отправилась на вершину сияющего столпа носу близнецов к этой встрече она готовилась всю земную жизнь здесь на земле матери больше нет можно никогда не соберет вас задним столом не утешит трудный миг не встретить свою тихой смиренной улыбкой и прячешь лицо в ладонях тая мать и лидия бронте покинула мир мудзо награду еще одна награда 1 мортис 1 мортис был еще более-менее еще минус 2 и еще минут 10 минус 10 тысяч пыль не видишь так понятно сломленная вет цвет множества свечей озаряет гостиной над камином вышел фамильный герб дубовая ветвь обитая цепью хлопоты окончены бумаги получены сегодня глория законно войдет семью бронте сборе вся семья кроме степана после того как ты и глори добились своего старший брат все реже появляется дома пропадая в поездках и в гостях у благородных друзей глория стоит у камином неправильно строгом платье никаких штанов и мужского сюртука волосы заплетены в скромную косу торжественный момент заставляет сестру затаить дыхание а лишь бросают благодарные взгляды в твою сторону вперед величава выступает отец родные за миранием сердца следят за его словами подойди глория встань ветви урода бронте глори смиренно преклоняет колени перед тем кого всегда называл господин роберт тот церемонно протягивает руку к ее лицу одна и ты моем семействе твоя судьба соединена с нашей носи новое имя на благо и процветание рода бронте глория послужно целует протянутые пальцы встань глория из рода бронте глория медленно с достоинства встает с колен впервые с детских лет сестра окажется те взрослее чем ты отец улыбается и уже без церемонии обнимает приемный дождь глория раз принимает объятия а затем устремляется к себе бак теперь мой законный брат и сестра и все случилось только благодаря тебе поверь я не забуду что ты для меня сделал я стану смотрительный я буду как никогда опять часть семьи имя которое ношу ты отвечаешь глория всегда была часть семьи сейчас это лишь узаконено сразу восторгом жимая твою руку сегодня и день день которого она ждала всю жизнь громкие шаги из передней двери распахивается на пороге появляется стефан саша брат ус усунувшийся есть дорожной пыли стал обои взглядом семейное собрание вижу я попал самое торжество какая благодать отмечайте день бесчестия рода бронте ларя смело выходит вперед перейдут кибака теперь гнев степан и нипочем отвечаем что теперь эта семья никто больше не сумеет что в этой семье теперь никто больше не сумеет никого вышел на улицу под горько успехать и горячих хотела на ваше собрание это было страшно трикой буквы об утрате да ладно а там ненадолго мут переживать ты говоря все также не видишь и дальше собственно носа как и твой брат бак вы лишили весь род благородного будущего уничтожили все чему что отвоевал вам господин гривер бронта этим вы ему вы обязаны всем что имеете на этих словах степан выграет от гнева наберет себя в руки и продолжает уже сдержанно времени обратись 5 без счастья уже свершилась от нее и ничем не связан с вашей семьей я уезжаю столицу и что не заставит мне вернуться в этот дом на этом и расстанемся по сути фан не забывайся ты все еще мой сын и наследник рода я считаю наследую отец ты лишил нас потом сына титула который был так близко но я не виню тебя ты жертва интриг моего младшего брата или станешь спорить бак это яростную тираду про стефан произносит уже стоя на пороге с какими словами ты проводишь степана и хихиха кстати вода я первый раз считаю потому что вражды никогда не было со стефаном дали братом где-то пошел и все проебали правят со стефаном у стефан отречется семьи бронтем до первый раз я вижу такой исход холодно отвечаешь степаном если брата был нужен от семьи только титул то он не заслуживает носить одно имя с вами раздор вражда и злоба вот и все что стефан принес семью бронтем готов было на что угодно и что угодно прийти в жертв собственного амбиции не назвал это заботой семьи пусть уезжает ему не место в этом доме тифан услышать я с неожиданным спокойствием на его лице вновь появляется горькая смешка тебя никогда не тебе никогда не понять пути дворянина бак но ты верно сказал теперь это не моя забота мне пора подумать себе все еще сына милия эльборн мой дядя господин эльбор не откажет мне в просьбе взять его фамилию я сумею выстроить себе новую судьбу никого из вас в ней не будет степан изучает взглядом карту степан изучает взглядом каждого из вас словно пытается помнить напоследок по его лицу будто пробегаете не сожаление но она быстро смеяется решительностью не покинуть эту реку крови она течет в их жилах но никто не запретит мне отречься от вас самих господин роберт бронте вы мне больше не отец и не глава в моей семьи бак натан вы мне больше не братья пусть все знают об этом тифан снимает с пальца перстень семейным гербом и швыряет его в камин бросает на вас последний взгляд разворачивается и быстро шагает за дверь с двора доносится удаляющих удаляющийся стук копыт затем тишина долгое время слышно только треск дров в камине отец горестно падает на стул мой старший сын натрекся от моего имени чем я его так прогнила у вас о боге глори осторожно приближается к приемному отцу и кладет руку ему на плечо то слезах прижимает ее к лицу надеюсь что степан смирится с нашим решением но видно мир в семье он ценит куда меньше чем потом становить титул мы не повторим его ошибок мы достойно вынесем позор в глазах дворянства не позволим этому разобщить нас да отец так и будет родные утешают друг друга на торжество мрачен не но ты уходишь в свой покой но уснуть мешает поток воспоминаний брат ведет тебя еще совсем маленького за руку по двору вы сидите теряем за большим столом на веранде и обмениваетесь тачками шествуйте вдвоем по темным улицам анизоти в поисках пропавшей глории сиван навсегда покинул очи дом и уехал из анизоти других вестей о том а кто тебе был старшим братом ты уже не услышал отцов отношения минус 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 в доме дважды в доме тифан бронте разрыв чё 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 по репутации единство еще до нуля опустите вообще будет замечать на том и наследник около при будущем предстоит возглавить рот бронте тут меня и сразу и диалоги там было другое как а другое событие произошло даже со стефаном из-за того что она снимем ссора было что галури из рода бронте куда тебе мне это глори куда чату это глори было чату это глори и знание стефаном тиван покинул дом бронте отправился искать счастье в столице муская следующий быдло клеймо позора но давайте уже дочитаем вот этом репутация 0 0 последние события уничтожили добрые ими с ими бронте мы перешли опасно перешли опасную черту за которой только позор и бесчестия рассказанная долго терпела вашей выходке но теперь вы потеряли лицо в ее глазах говорят свое общество припомнит вам все проступки давние обиды и конечно же историю женить боя отца на лидии бронте и темным происхождением глори но начнутся пересуды о том что дети роберта бронте от лидии бак и натана бронте рождены в позоре никто из дворян не скажет вам об этом напрямую на первый взгляд все они будут вести себя с вашей семьей как прежде так холодные взгляды и презрительный шепот будет всегда сопровождать вас куда бы вы не отправились нам остается лишь смириться надежды на дворянца меча рухнули как бы мы не выслуживались перед знатью как бы не защищали свое имя нам уже никогда не сметь это позорное клеймо батя мне кажется нас прирежет концу горит шо ты вы делал сын о ну давайте начиная на по на дно идем просто на дно доброе семьи имя семьи брат ты уничтожен навсегда а вот единство 0 давайте события произошло произошло семейная ссора уф возвращаясь домой теперь возвращаясь домой тесто поистине выносим бесконечно враждает сколки вымотали вас всех до предела даже самое малое семейное дело не может решиться без бури споров и оскорблений сегодня вечером еще с порога ты слышишь как дом сотрясают дневные крики и поразительный плач по лестнице вниз летает разъяренный отец близнецы дайте мне силу я не знаю что мне как не совладать собственной семьей ты пытаешься выяснить чем дело на этот раз но отец лишь переводит свой дневный взгляд на тебя разумеется ты не знаешь ты баг ничего не знаешь что ничего не делаешь чтобы вернуть в мир в семью ты только подливаешь масло в огонь ты хотя собрать сам себя и быстро шагает кабинет щелкает закрывающийся замок наступает долгожная тишина но едва ли она способна принести семье покой степан такой я из столицы слышу в этом встретись вот ненавижу вас степан тут откуда вообще короба перевернулась минус 2 боже блять корилла кстати не было опалы на томаса у нас в итоге да ну не прогибал опала от она отправили из столицы так здесь наверно с ним было бы две как минимум этих санки кучка вот и деньги там еще потерялись я хорошо помню что день он начался громкого нетерпливого стука в дверь на пороге того никто иной как клоун томас старый друг радостно сжимает твои руки бронте как же я давно тебя не видел я только что вернулся в город забежал проведать родителей сразу к себе с передряги сотнам остались позади надеюсь больше никогда не придется вспоминать об этой истории ты приглашаю приглашаю друга внутрь но тут лукаво останавливать тебя я тороплюсь дружище нужно столько успеть сейчас все объясню я только что и сульми мне там дала кровь одна девушка лавочница по имени мире за это время полюбил ее всем сердцем ты одобрительная хлопаешь другу по плечу тот раз смеется в ответ машка и отец так надеялись что я женюсь на дворянке я сам мечтал в этом свинность на деле понял что есть свечи по важнее титул я беру мир и в жены ты поздравляешь томаса но вдруг внезапно серьезнее пусть вот он и оставил меня покоя но все же нам с мир и будет разумнее держаться подальше от и низути служба в легионе все равно не принесла мне счастья думал что дворянский удел освободить меня и моих потомков от страданий но оказывается все не так просто свободы стало еще меньше лучше свернуть простолюдины заведу хозяйство буду жить своим трудом за сильным мира всего будет до меня никакого дела не буду меня никого тела и наконец ставят покоем мягкие последние просьбы бак тоже столько для меня сделал не скажи и в чести стать свидетелем моей брачной клятвы перед близнецами стать свидетелем клятву или попрощаться провести обряд будь мы священником ну мне кажется мне кажется тут очевидно нам время станции хочу кого-нибудь да и интересные главы дочитать ты кладешь руку на плечо старого друга ты сразу все примешь эту честь и станешь свидетелем брачной клятвы томас но мы широко улыбается мы дочитаем все вот эти вот как события произошло потому что вы себя плохо вели сейчас вот эти вот дочитаем и дадут сюжет дойдем и наверное станцию прекрасно ты не представляешь как мы время значит бак что ж пойду займусь приготовлениями взять несколько дней ты сопровождаешь друга детства к небольшому храму при массивном месте на краю медного квартала зубы все простая белая рубаха строги брачный обряд не допускает лишней роскоши вас встречает невеста света лава луция девица с открытым доверчивым лицом отдали держатся родители невесты пожилые селяне с подозрением оглядывающие улицы большого города познакомцы миры это пак бронте мой лучший друг самого детства он засвидетельствует нашу клятву перед лицом ликом близнецов невеста струково ровно кланяется тебе втроем выступаете по свод храма закрывающий закрывает собой двери и один лишний человек не допускается на священный обряд три вас встречает благодушный дряхловатый священник игнатис авертини томас и миры опускаются на колени перед алтарем близнецы старший и младший у зрителей перед собой этих двух людей они молят вас чтобы вы дозволили им сочетаться узами брака пламя свечей дрожит поинственный трепет проносятся по залу и они под сводом сгущаются образуя две исполинские фигуры для них и невеста благоговейная поднимают ним глаза поклянитесь верности божественным музам клянусь невеста вторит томаса наступает твой черед ты стоишь над головами брачующихся и перед зором богов называющих имена томас гера и миры и сульмин одна с ней нависает над парой словно гигантский меч 2 оспихивает и озаряет храм ослепительной вспышкой света томаса мира пораженно для и глядят друг на друга отныне судьбы прочующихся связаны божественной силой закона их сердца проникнуты божественной любовью под взглядом близнецов томас гера и миры сульмины стали мужем и женой свидетель это тому стал бакбранте дорогие торжественный обряд позади вас ждет скромный праздник в родной деревне невесты в день вечером вы с томасом выходите на оставляя позади шум пирушки перед вами тимеет пустоши родной провинции старый товарищ на и же смотрит дарь до немало случилось того дня когда мы подбирались во дворе за наших младших братьев оба смерти вспоминая свое знакомство я всегда сберегу эти воспоминания и быть уверен я называю своего первен собак томас смехается глубоко задумавшись ведь мы с тобой выросли на одной улице какие разные у нас вышли жизни ты бронте вот тебе бронте выпало завершить чужие судьбы твой имя наверняка войдет в историю а я останусь никому не известным простаком знаешь я не жалуюсь я всегда думал что никому не дано начать жить с чистого листа но это не так я не забуду тебя бак бронте и все что для меня сделал по лицу томаса пробегает слеза вдруг последний раз сжимает тебя в объятиях завтра он навсегда уедет из окрестностей анекдоте никто из вас не знает увидите если вы вновь плюс десяточка здорово мистер в этом трое бронте такой себе решала ну зато манипулятор командир легионеров простак но он ушел уходит типа из легиона и отказывается от дворянского сословия великий комбинатор новая жизнь томас товарищ томаса в новую жизнь дали от бед и опасность до доджили оттонов в этом прохождении полностью события произошло покаяние события не будет оставим другую грустную историю на следующий раз констанут сколько там лет нам вообще личность 26 надо было добить на следующем стриме какой бы преступный гений интригант и вдохновенный оратор ему бы стримить в станции еще раунд не кончился он заканчивается только что позвали шаттл так что пока все настроим пока всех пинга ну думаю как раз будет так что просто сегодня бронте даст и степан в столице перевернулся в том числе я не знаю но не все продумано в этой игре так ладно переключаемся